Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети» Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Сегодня у нас с вами финал, а это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем этой битвы в стране безопасности. Перед вами сегодня будут стоять непростые задачи, но я думаю, что вы справитесь, потому что вы сильные соперники, практически равные бойцы. Все три предыдущие дня мы с вами говорили о правилах безопасного поведения в различных ситуациях при запуске новогодней пиротехники, при украшении новогодней елки и во время гололеда. Сегодня будет новая тема, но об этом чуть позже, а сейчас первый конкурс. Снова будут загадки, но самое интересное, что отгадки уже у вас есть на стендах. Но дело в том, что все буквы в словах-отгадках переставлены местами, и нужно разобраться, что же там за слова мы такие зашифровали. Нелегкая задача, но никто не обещал, что в финале будет легко. Зато, ребята, очень весомый приз вас ожидает за правильные ответы. Подсказку я вам все-таки одну дам. Ребята, все загадки связаны с пожарными и огнем. И я каждый раз вам буду назвать первую букву в слове. Договорились? Отправляйтесь к своим стендам, поворачивайтесь ко мне и слушайте первую загадку. Первая строчка, слово-отгадка. Начинаться это слово будет с буквы И. Слово-отгадка. Полено в топке полыхает, и звезды эти в нас бросают. Одна горящая частица пожаром может обратиться. Что это за такие звезды? Молча. Задание на скорость. Все. Получаешь фишки за скорость, молодец. И Маргарита у нас тоже справляется. Верно, ребята, что это? Искра. Правильно. Итак, Маргарите 4 за правильный ответ. И 6. Павлу. Следующую слушаем. Загадку. Вторая загадка начинается с буквы О. Кротким пленникам годами я живу внутри печи и варю супы с борщами, выпекаю калачи. Я даю тепло для дома, но во мне всегда, поверь, по страшнее раскатов грома, кровожадный спрятан зверь. Все. Хорошо. Это у нас что? Огонь. Огонь. И снова Паша. Я быстрее. Нет, Паша был быстрее, Маргарита. Представляешь, он опять тебя опередил, поэтому у него 6 фишек, а у тебя 4. Но есть еще у меня одна загадка. И есть шанс заработать 6 фишек, Маргарита, у тебя. Последняя загадка. Слово состоит всего из трех букв, поэтому я даже вам не буду называть первую. Слушайте. Белый столб стоит на крыше и растет все выше, выше. Вот дорос он до небес и исчез. Все. И ты воспользовалась все-таки возможностью заработать 6 фишек. И ты большая умничка. Присаживайтесь и получайте фишки. У меня 4 есть. У тебя 4 за правильный ответ, конечно. Маргарита 6. Молодцы, ребята. Хорошо, вы справились с моим первым заданием. А сейчас время нашей последней встречи с нашей хорошей знакомой, экспертом по безопасности, Марией Александровной. Внимание. Ребята, привет. Здравствуйте. В наше время печи и каминное отопление остаются одним из основных источников тепла в домах сельской местности и дачах. В то же время, при несоблюдении правил эксплуатации, они способны принести в дом беду. Ребята, а как вы думаете, в чем заключается опасность печей и каминов? Павел, первый был. Давай. Если дом из дерева, тогда он может поджечься. Загореться может. Так, может такой паш быть. Да, Маргарита, ты что хотела сказать? Если взрослые, они будут смотреть, куда дети летят, они могут взять печки, и можно начинаться пожар. Да, может случиться, конечно, пожар от искорки. Слушаем дальше, Мария Александровна. Ребята, в холодное время года печи и камины являются источником повышенной пожарной опасности в жилище. При сжигании дров образуются не только угли, но и выделяется тепло, которое нагревает окружающие материалы. Именно поэтому все сгораемые материалы нужно держать на безопасном расстоянии. Топить печи с открытыми дверцами также очень опасно, ведь угли и искры от сжигания дров при попадании на сгораемые материалы могут привести к пожару. Нужно помнить, что металлические изделия печи или камина способны очень сильно нагреваться, и если до них дотронуться рукой, можно серьезно обжечься. Именно поэтому топить печи или камин могут только взрослые. Ребята, играть близко к печи или камину во время его топки, а также самостоятельно открывать топочные дверцы и класть в топку дрова или другие сгораемые материалы категорически запрещено. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы! Ребята, это еще не все испытания на сегодня. Впереди финальный конкурс и самая-самая последняя возможность заработать фишки. Сейчас-то мы проверим, насколько внимательно все четыре дня вы слушали Марию Александровну меня. Я буду задавать вам вопросы, вам необходимо на них отвечать. Каждый правильный ответ полный будет стоить три фишки. Если вдруг сопернику придется вас дополнять, то одна из этих фишек перейдет в его копилку. Кто будет первым? Паша. Молодец. Как настоящий мужчина, начнешь отвечать первым. Итак, первый вопрос. Чем опасна пиротехника, Паша? Что можно загореть дом или что-нибудь другое. Правильно. При неправильном использовании может случиться пожар. Молодец. Поэтому нужно обязательно знать, как и что делать. Три. Три положил. Следующий. Что-то хотела дополнить, Магдарит? Нет? Тогда слушай свой вопрос. Как в квартире правильно ставить новогоднюю елку? Расскажи нам, пожалуйста. Ее нельзя ближе к шторам или к древянным тумбочкам. Если люди зажигают, если на нее ставят свечи, дети могут бегать, и свеча может упасть, и может сгореть дом. Правильно. Нельзя ставить возле печки, потому что если она может сильно, если много туда дров накидать, она может стать большой и на елку может попасть. Потом на шторы, а потом на стол. Маргарита, а запомнила ли ты, как нужно ставить правильно елку? Вот именно во что? Как ее зафиксировать на полу? Ее нельзя ставить возле тор, камин. А как сделать так, чтобы елка стояла? Как сделать так, чтобы она стояла, не падала? Надо либо ее поставить в бочку с песком, либо в камень, где есть дырка. Молодец, Маргарита, все правильно, ты вспоминаешь, говоришь все верно. Еще что-то есть тебе дополнить? Я дополню. Ну давай, дополняем. Когда дети бегают, они могут зацепиться за вот эти провода, которые украшают елку. Электричество может сбиться и может загореться весь дом. Так, хорошо. А еще, ребят, нельзя ставить так, чтобы касались ветки потолка и стен. Молодец, Маргарита вспомнила все, что говорила Мария Александровна, умничка, поэтому три фишки зарабатывает. Ну и одну фишку за то, что дополнял, получает Павел. Итак, Павел, следующий вопрос твой, слушай внимательно. Как правильно падать, если вы подскользнулись в гололед? Надо присесть и как-нибудь падать на бок. Правильно, чтобы снизить высоту падения и на бочок. Правильно, молодец, три. И последний вопрос, Маргарита, слушай внимательно. Почему печь или камин могут топить только взрослые? Потому что дети еще не знают, что делать, а взрослые знают. Потому что они, потому что знают, когда есть маленький огонь, они могут накидать туда дров. А если большой огонь, дети ничего не соображают. Они могут накидать, и огонь может разгореться, и все загорится. Правильно, и дети маленькие могут и трогать вот эти горячие дверцы, что ни в коем случае делать нельзя. Правильно, умничка, все вспомнила. Маргарита тоже три фишки. Ребят, больше вопросов у меня нету. И остается лишь сосчитать, сколько фишек вы заработали сегодня, в четвертый игровой день. Двадцать. Двадцать. Хорошо. Двадцать три. Мы еще пока не знаем, кто стал победителем в стране безопасности в этой битве, но я хочу сказать вам одно, ребят, что вы вдвоем большие умнички. Потому что за четыре игровых дня вы успели проявить свои самые лучшие качества. Эрудицию, трудоспособность, знания все свои. Молодцы, ребят. Ну что ж, а я уже готова объявить, кто же стал победителем. Итак, в упорной борьбе, ребята, почетное первое место у нас занимает... Как вы думаете, кто? Ты в себе так уверен? Маргарита, ты как думаешь, кто занял первое место? Паша занял первое место. У тебя, Паша, 70 фишек. И почетное второе место, Маргарита, занимаешь ты. У тебя 57 фишек. Я вас поздравляю, ребята, и хочу подарить вам подарки, которые вы честно заработали. Маргарит, это тебе. Поздравляю. А это, Паш, тебе. Ребята, я желаю вам успехов и жду встречи с новыми участниками. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.